Привет! В этом видео я хочу поделиться переделкой видеокарты 2014 года AMD R9 290 с 4 гигабайтами памяти в R9 290X с 8 гигабайтами. Мог ли предположить производитель, что спустя 8 лет карта может быть актуальной, и что он сможет продолжать трудиться в майнинге или радовать страждущих геймеров на фоне тотального подорожания карт? Давайте поможем нашей карте пройти процедуру омоложения. Карта досталась мне уже с переделанной системой охлаждения, и эта система показала лучшие результаты, чем штатная. И хотя у меня есть оригинальные вентиляторы, устанавливать их я не вижу смысла. Давайте приступим. Начнем мы со снятия системы охлаждения. Во всех видеокартах, которые не обслуживались больше двух лет, высыхает и термопаста, и термопрокладки. Все это спекается в монолит, и снятие системы охлаждения превращается в сложную задачу. Для облегчения демонтажа рекомендую нагреть карту, нагрузив ее в каком-либо тесте или любым доступным способом. После нагрева, выкрутив все болты, можно отделить систему охлаждения легкими покачивающими движениями, не применяя дополнительного инструмента. Для демонтажа микросхем, которые установлены на бесвинцовый припой, рекомендую применять предварительный подогрев. Не хватает старого сепаратора для переклейки экрана. Свои 145 градусов он держит хорошо. Брутальные ребята могут использовать утюг, мажоры, керамические и прокрасные излучатели. Демонтаж начинается с предварительного подогрева. Пусть карта хорошо прогреется, это позволит избежать деформации платы. Для защиты графического процессора, я устанавливаю на него дополнительный радиатор. Делаю это всегда, метод ни разу не подвел. Наносить флюс при демонтаже я считаю лишним. Ничего кроме расходов это не приносит. Ждем, когда микросхема поплывет, и без усилий, ничего не подковыривая, аккуратно снимаем чип. Когда микросхемы сняты, мы можем контролировать и место, и количество флюса. Наносим его на контактные площадки. На прогретой плате видно, что флюс хорошо растекается сам. Готовим паяльник. 360 градусов и плоское жало потолще. Разбавляем остатки бессвинцового припоя легкоплавким POS-60 для снижения температуры плавления. Проводим по каждой контактной площадке. Добавляем легкоплавкий припой снова, если почувствовали сопротивление на паяльнике. Оставив на площадках небольшое количество легкоплавкого припоя, пришло время убрать его полностью. Это позволит легко позиционировать микросхемы при установке их на посадочные места. Для этого будем использовать оплетку. Она впитает остатки припоя. Делаем это легко, без нажима, чтобы не повредить маску и шелкографию на поверхности платы. Если вы замечаете, что оплетка как будто прилипает к посадочным местам, добавьте температуру на паяльнике. Или еще раз разбавьте все легкоплавким припоем. В окружающейся простоте эта операция одна из самых сложных. Она требует выдержки и аккуратности. Не спешите. Я удаляю старый флюс ватными дисками, смоченными во флюксофе. Если на площадке остался припой, он обязательно зацепится. Снова наносим на посадочные места свежий флюс. И распределяем его равномерно по всей поверхности. Трумастера делают это пальцем. Но кто еще выдержит 145 градусов? Расстановка микросхем при хорошей подготовке платы не вызывает сложностей. Главное сделать двойной контроль правильности установки ключа. Как на микросхеме, так и на плате. Флюса не должно быть видно, когда он выполнит свою функцию по смачиванию и испарится. Избыток флюса под микросхемой, который работает на больших частотах, может привести к ошибкам и нестабильной работе. Последняя горячая работа. Припаиваем микросхемы горячим воздухом. Как правило, момент расплавления припоя видно в слегка опустившейся микросхеме. Для надежности слегка покачиваем микросхему. Если микросхема установлена хорошо, она сама вернется на свое место. Попробуем микросхемы. КОНЕЦ наносим на графический процессор свежую термопасту и при необходимости меняем окаменелые термопрокладки все можно скручивать железом закончили перейдем к биосу если до этого все сделано правильно видеокарта запустится в режиме сама работать будем в хайвах желающие выберут себе систему загружать операционную систему будем в режиме обслуживания без загрузки драйверов как видим систему уже определила видеокарту перейдем к работе с биосом подготовкой биоса будем заниматься системе windows с помощью редактора 16-ричных кодов я скачал модифицированный bios insanity который лежит в общем доступе выбор остановился на этом биосе так как в нем остались тайминги от карты R9 390 и оставалось лишь слегка подправить этот биос для его полной работоспособности на модифицированной карте в папке вы видите несколько bios в каждом из которых есть свои изменения однако пройдемся по всем шагам чтобы вы видели как получить работоспособный bios откроем bios в редакторе и для начала исправим ошибку которая будет проявляться на современных материнских платах проблема заключается в том что на материнских платах с UEFI биосом карта не будет давать изображение до загрузки операционной системы и попасть в bios будет нереально эту проблему можно решить исправив айди карты по указанному адресу можно искать как по айтишникам так и по строковой перемены нашли меняем и сохраняем изменения следующее что нам необходимо сделать это увеличить объем памяти так как каждая банка памяти состоит из двух условных байт как прописано в даташите то в старом биосе нам нужно вместо 32 модулей по 64 мегабайта прописать 32 по 128 мегабайт посчитаем на калькуляторе и применим изменения вся информация есть в сети кому ли не искать смотрим адрес и просто повторяем что нам нужно сделать это а 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 и э а 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 и позволяет много чего сделать. Кому интересна тема, пишите вопросы в комментариях. А мы просто открываем наш измененный биос и сохраняем его. Этим мы исправим контрольную сумму. Биос не готов к прошивке. Возвращаемся в Хайв. Находим нашу карпу. И выбираем наш подготовленный, предварительно загруженный биос. Выбираем его и нажимаем прошить карту. Но не тут-то было. Вернувшись в систему и обновив страницу, видим, что биос не прошился. Хорошо. Запихнем силой. Открываем shell. Заходим в него и прописываем консольную команду, которую вы видите на экране. Наш биос лежит во временной папке и ждет, пока мы его прошьем. Прошли. Отправляем команду на перезагрузку и ждем результат. Перезагрузились. И вот он результат. 29 мегахеш на 200 ватт. Хорошая печка. А мы-то попробуем настроить. Немного понизил напряжение. Поиграл с таймингами. Уже получилось 29 на 170. Если кому интересно, можно сравнить серийники в начале и в конце видео. Ну а что, если захочется поиграть? Пожалуйста. Работа разогнанной памяти в фурмарк. Ядро работает на частоте 1000 мегагерц. И есть еще запас. А память удалось разогнать на 1500. Потребление в играх лучше не трогать. Возможны сбои. Лучше немножко добавить. Температура с большими вентиляторами минус 15 градусов. Отличный результат. Но требует больше места в системнике. Red Dead Redemption 2 играбельный. Метро Исход тоже. А у нас же два биоса. Эксперимент продолжается. Финал. Стабильная работа на 29 мегахэшах на эфире. И это при 150 ватт потреблении. Покупаемый считайте сами. Температура 60 градусов. На 40% вентилятор не может не радовать. Конечно много работы осталось за кадром. Кому интересно, добро пожаловать в комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok